Всем привет, дорогие друзья! С вами Рисми, и сегодня я вам расскажу про одну очень крутую книгу, а точнее про серию книг Тайны Лариспема. Но перед этим, друзья, я вам хочу показать небольшой магический фокус, которому меня научила эта трилогия. Мне нужен для этого мой знакомый, а вон он там и идёт. Пойдёмте посмотрим. Ваня, привет! Привет! Сейчас я проведу магический фокус. Смотрите, я капнул немножко крови на свой палец. Пойдёмте посмотрим. Привет, Ваня! Привет! Как твои дела? Как же? Нормально. Слушай, а... Как у тебя как? Да у меня тоже всё прекрасно. А ты что-нибудь из школьной литературы-то прочитал? Да не, ничего. Зачем вообще нужна эта литература? Да. Согласен, ерунда какая-то. Оп! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько раз я тебе говорил, что книжки нужно читать. Ну ладно, вот бери книгу, садись и читай. Хорошо, я буду читать. Вперёд! Друзья, вот он и наш фокус. Только что я с помощью своей крови, ну, так сказать, порекомендовал своему другу прочитать эту книгу. А этой способности я научился у главного героя книги Тайны Лориспема, у Натана Эля. Ну что ж, раз у нас произошло такое событие, думаю, можно вам сегодня и рассказать про эту замечательную трилогию. Давайте поговорим об этих книгах. Вообще о том, как я, так сказать, заставил, ну, или посоветовал своему другу читать. Всё это благодаря волшебной силе крови. Если я помечу его своей кровью или кого-то другого, то я смогу починить разум этого человека. Вот такой способностью и владел главный герой книги, о которой я хочу вам рассказать. Вообще, с этой трилогией я познакомился достаточно давно. Помню, что я её тщательно выбирал. И почему я решил её прочитать? Меня с первых страниц зацепила интересная идея. Писательница представила в книге, что бы было, если бы во французской революции победили бы восстающие. Что бы вообще было при таком раскладе? По её истории, вместо знаменитого города Парижа, который является старицей Франции, был бы отдельный город-государство Лориспем. И вокруг этого города как раз-таки и разворачиваются события книги. Меня зацепила эта идея, она мне показалась очень интересной. И я думал, что книга будет такой исторической, серьёзной, реальной, ну, как какая-то историческая повесть, а что бы было бы, если бы. Но здесь я ошибся. Лориспем был не самым главным лицом, а был всего лишь местодействием, служащим для очень крутого и классного фантастического сюжета, развивающегося в этой книге. Забегая вперёд, хотел бы сказать, что также мне в этой книге понравилась одна маленькая деталь. Писательница одного из героев, знаете, кем сделала? Самим Жулем Верном. Да, в книге отметился сам Жюль Верн, один из моих любимых приключенческих писателей. Поэтому эта книга уже меня захватила. И как вы видите, я очень сильно расхваливаю эту книгу, однако скажу сразу, что поначалу книга меня, ну, совершенно не зацепила, кроме своей интересной идеи. Первая часть книги во всей трилогии, трилогия это серия книг, содержащие три части. Так вот, первая часть, она была больше ознакомительной. Нас знакомили со всеми персонажами, а в этой книге, скажу я вам, персонажей немало. Сразу целых три главных героя. Причём велось изначально сразу две линии повествования. Первая линия про мальчика Натанаэля, а вторая про двух подруг, Кармину и Либерто. И эти герои потом встретятся, но первую половину книги всё-таки они были раздельны и велось целых две линии повествования. Собственно, потом уже в книге будут разворачиваться все самые интересные события. И, возможно, первая половина вас не зацепит, но это не повод отчаиваться, обязательно продолжите читать книгу. В действительности она очень интересная и необычная. Конечно, поначалу, может быть, будет не всё понятно, не будет представлена полная картина происходящего, но это далеко не минус. И это оправдывается тем, что здесь в книге очень лихо закрученный и интересный сюжет. Поэтому, чтобы его понять и осознать, нужно будет немного времени. Но о чём вообще эта книга? Сейчас расскажу. Три главных героя книги – это подросток Натанаэль Январский, очень смелый и умный мальчик. Либерто – это мастерица на все руки, она очень знает хорошо своё дело. И Кармина – тоже подросток, как и Либерто, и Натанаэль, но только она прекрасно владеет делом мясника. И вообще Кармина не даст никогда своих друзей в обиду. И вот в книге все эти трое друзей объединяются, и у нас получается такое легендарное трио, которое ничем не сломить и которому, собственно, всё по плечу. И что может пойти не так? Однако у наших героев появляются, как, собственно, во всех книгах, свои враги, которые знают их слабости и знают больные раны прошлого. А ещё выясняется, что у Натанаэля Либерто появляется безграничная сила крови, про которую я вам рассказывал. И поэтому в книге происходит очень много всего. И сами посудите, загадочная сила крови, таинственный город Лариспем, во всём этом участвуют трое подростков и, конечно, злые, коварные враги. И всё это в трёх частях прекрасной трилогии «Тайны Лариспема». Согласитесь, уже стоит прочитать. Ну а вообще, к какому жанру относятся эти книги и кому стоит их прочитать? Сейчас давайте об этом и порассуждаем. Если говорить о жанрах, то в основе этой книги, скорее всего, лежит приключенческий жанр. Один из самых моих любимых. Но, так же, как я и говорил, это отчасти историческая повесть, ведь в ней упоминаются события давних времён и Паралелиспем. Тоже интересная задумка. Также можно отнести к фантастике или научной фантастике. Что-то среднее. Очень ярко здесь выступает такая наука алхимия. И даже можно, наверное, чуть-чуть это отнести к детективу, потому что нашим героям придётся очень много узнать о своих опасных и коварных врагах, чтобы их разоблачить и победить. Если говорить о возрасте, которому я рекомендовал бы читать эту книгу, то, наверное, это подростки 11-16 лет. Ну, может быть, раньше и может быть даже чуть-чуть и попозже. Потому что в этой книге по-настоящему каждый найдёт что-то своё. Каждый из героев открывает для тебя что-то новое и сталкивается с какой-то истиной. Они сталкиваются и с предательством, и с доверием, и с коварством, и с жестокостью. Но главные герои в конце понимают, и вы, собственно, вместе с ними, что неспособность из всяких там сверхсилы и материальные богатства красит человека. Красит человека, его душа и настоящий добрый и честный характер. Но сейчас, думаю, пора заканчивать. Однако перед этим предлагаю всё-таки освободить моего друга от моих магических действий. Думаю, ему и так понравится читать. Поэтому пойдёмте. Друг мой, Ваня, долго же ты читаешь, долго находишься под моей властью. Но это не беда. Давай сделаем вот так, хлоп, и уже всё. Я что, сейчас читал, что ли? Похоже, да. Хм, оказывается, читать книги интересно. Вот. Даже очень. Ага. Ума не приложит, как только она попала мне в руки. Ну, думаю, это простая случайность. Пойдём, мой друг, я тебе одолжу эту книгу. Ты прочитаешь, и, возможно, найдёшь там ответ на свой интересующий вопрос. Ну, а на этом, друзья, думаю, пора заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить другие ролики на моём канале. И, конечно же, читайте, друзья. Читайте и развивайтесь. Ну, а мы пойдём читать для вас новые интересные истории. Пойдём, читай, дайте. Пойдём.